Победитель получит 4000 рублей. 2PR – это формула чего? Максимум 15 секунд на то, чтобы написать. 2PR – это формула чего? Здравствуйте, уважаемые телерадиослушатели! Это передача «Вопросы за бабосы» и канал «Негодяй ТВ». Дело в том, что в Телеграме я написал, что я буду снимать в галерее. Это Санкт-Петербург, там-то, там-то, сям-то, сям-то. И пришли ребята, которые уже участвовали. Хамид, 35 лет, живу в Петербурге, варится. Классная передача, смотрю давно, смотрю с детьми, приучаем, чтобы вот, как сказать. Ну, на самом деле, я считаю, что это полезный контент, чем смотреть всякую там ерунду, которая только засоряет мозг. Лучше смотреть такой контент. И мне очень нравится, всем нравится. И только респект тебе, Жека. Я учусь на первом курсе, и меня зовут Адиль. Те ребята, кто не в курсе, и они первый раз сюда приходили. Сережа, 23 года, ведущий визов. Играм интеллектуальные игры. Не забывайте ставить лайки под этим видосом. Это важная манипуляция, которую должны сделать и вы, чтобы это видео набирало больше просмотров. Если больше просмотров, то появляется рекламодатель, который платит бабосики. Если есть бабосики, я могу в удовольствие их платить людям, которые участвуют в этой передаче. А когда бабосиков-то никто не платит, то как я же могу им платить бабосики, если нет бабосиков? Сечете? Сейчас я буду задавать вам, дорогие друзья, вопросы. Победитель получит 4000 рублей. Почему 4? Потому что 4 хорошее число. Потому что 4 косаря это то, на что я могу себе позволить. И то рекламы в этом выпуске не будет, хотя она будет. Вас трое, каждый играет с каждым. Для каждой пары по 5 вопросов. Кто выиграл в двух? Да? Так? Еще раз, скажи. Но у нас три всего встречи. Каждый сыграет дважды. Если кто-то выиграет дважды, то ты победил. Позабирай 4 кусочка. В шахматы играете не больше. Да, грамотно. Доставайте телефоны свои. Котомку эту сюда можешь положить. Вот ничего с ней не будет, не переживай. Какие-то заметки открываете. Я задаю вопрос, и вы пишете ответ в своем телефоне. Не на скорость. То есть у вас есть секунд 10-15, чтобы написать ответ. А потом мы посмотрим, что у вас за ответ. И так, мне кажется, будет прикольнее. Итак, пацаны, у вас 5 вопросов. Пишем ответ сейчас. 2 пи-эр – это формула чего? Максимум 15 секунд на то, чтобы написать. 2 пи-эр – это формула чего? Ну, допустим, время закончилось. Итак, что там у тебя написано? Круг. Что в круг? Это формула… Формула круга. Площади круга. Площади круга. У меня написано окружность. Что окружность? Ну, площадь окружность. Площадь окружности. Я честно. Ответ правильный – длина окружности. Вроде сказали окружность. Так. Он сказал площадь окружности. Что конструировал Михаил Кошкин? Ты что-нибудь будешь писать? Не знаешь, да? Хоть что-нибудь напиши. Отвечаешь? Ну, уже можешь просто говорить. Предположим, железную дорогу. Железную дорогу. Ты написал. Предположим, что танки. Правильный ответ – танки. Вопрос next. Кто автор оперы? Борис Годунов. Оперы. Предположим, что время, которое вам дается для записулик, заканчивается. Вы ничего не написали? Да, ты же должен знать. Ничего я никому не думаю. Ребята, вы ничего не написали у себя там в записульках? Ну, я что-нибудь отвечу. Ну, ответь. Пусть будет Вертинский. Правильный ответ – Мусорский. Конечно, конечно. Сильно ошибся. Сколько квадратных сантиметров в одном квадратном дециметре? В квадратных сантиметрах в одном квадратном дециметре. Дециметры. Лучше не думай вот так вот вслух. Я тебе не советую думать вслух. Время закончилось. Ты не написал, говори. Двадцать. Десять. Сто. Вот ты, Юрий Евгений. С каким персонажем собиралась стреляться Шурочка Азарова? Я могу вам подсказать, что это баллада о Гусаре, о Гусарах. Фильм с Яковлевым. Время, я думал, актера надо написать. Яковлев этим персонажем и является. Старый фильм. Она переоделась в Гусара, влюбилась в него, хотела с ним стреляться, кусалась. Ты не знаешь. Ты? Персонажа-то я не знаю. Что, Яковлев знаю? Окей, ребят, это Поручик Ржевский. Как просто. Все паршиво. Я скажу вам, не знаю, почему вы так плохо отвечаете на эти вопросы, но эти вопросы также украдены мною из передачи «Слабое звено». Слабое звено. Раньше вы на это все отвечали очень легко. Поэтому получается, что в этом раунде победил ты, но у тебя еще есть возможность отыграться, ты сам все знаешь. Поехали. Кто написал сказку «Принцесса на горошине»? Ты уже написал ответ? Молодец. Ребят, отвечу просто. Гсбери. Кто? Гсбери. Если ты продолжаешь, что это Ганс Христиан Андерсон. Это правильный ответ, братишка. Увы. В какой стране возник художественный стиль рококо? Написал? Получается, да. Какой-то псих какой-то. Братан? А почему я всегда первый за человек? Ну, потому что он написал, а ты не написал. Ты написал? Россия? Россия. Россия рококо? Ну, или Франция. Франция, да. Франция. Франция. Ты сказал Россия, потом Франция. Я не понимаю, что мне делать. Засчитать тебе мало или нет? Нет, 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 я же написал Россия. Ну, хорошо, все. Россия, Франция. У тебя пока два очка здесь. Кто ввел в моду знаменитое маленькое черное платье? Судя по лицу Адиля, он знает ответ на этот вопрос. Танцует там и плясывает. Так, твой ответ. Коко Шанель. У меня такой же Коко Шанель. Коко Шанель. Все верно. Как называется верхняя часть колонны? Нет, я неправильно. Твой ответ. Конечно, я не ошибаюсь, она называется Канитель. Канитель? Канитель. Ну, Канитель, Канитель. Ну, неправильно. Постамент это, наверное, нижняя часть. Постамент? Постамент. Постамент. У меня написан ответ Капитель. Верхом, на ком Иван Царевич увозил Елену Прекрасную в картине Васнецова. Что у тебя за ответ? Конек-горбунок. Конек-горбунок. Серый волк. Серый волк. Правильный ответ. Серый волк. Ты выходишь, получается, в финал, а ты, братишка Хаббит, проиграл. Но ты уиграл в прошлом мероприятии. Это прикольно. Спасибо тебе, что ты пришел на эту вечеринку. Нам спасибо. Приходи. Если просмотры будут, если ребята будут ставить лайки, писать хорошие комментарии, и видос будет чудесно набирать, то этот формат сохранится. Поэтому я вас всех приглашаю поучаствовать в этом мероприятии. В телеграме в моем всегда будет кружочек, где я расскажу, где и когда я все это снимаю. Пацаны приходят и участвуют. Я проиграл на этот раз, думал, приду второй раз, не прокатило, так как говорится. Но на самом деле очень сильные соперники, поэтому проиграть было вообще не зазорно. Поэтому буду еще приходить, пробовать. Мне очень нравится. То есть деньги даже не главное, а сам вот этот азарт. И еще хотел сказать, читал комментарии под прошлым выпуском. Всем хочу сказать большое спасибо за теплые слова. Очень было приятно читать на самом деле. Нашим людям Баркала, Казахам, Рахмед. А остальным спасибо большое. Остальным респект. Все. Спасибо. Не убегай, да, далеко? Ты нам поможешь посмотреть на камеру? Окей, все, от души. Удачи. Пошла вода горячая. Пока у меня есть для вас 10 вопросов. Если что, там может быть и еще больше вопросов. Первый вопрос. Телефон у тебя. А, блин, забыл все. Хватит. Покажи живых Алексея Иванова, покажи. Условного Пелевина. Мы тоже не можем их позвать. Так ты покажи мне. Ты мне покажи. А где был акцент, что только живые нужны? Где? Какой акцент? Казахский. Какой акцент? Ты про что говоришь? Я говорю с акцентом или что? Ты говорил. Где уточнение, что нужны только живые типы для хайпа? Ты зануда. Короче, мы переходим в медиа-либу. Ужас просто. Он мне сам в телеграме написал. Маши исторических, возможно, мертвых личностей тоже могут. Я тебе все, что сейчас я говорю, я тебе это давал расклады. Ты не слушаешь вообще ничего. Он постоянно у меня переспрашивает все. А ты же у Андреева, говорит, учился. Какая часть речи не спрягается и не склоняется, но может иметь степень сравнения? Записываем. Он написал. Речи не склоняется, не спрягается, но может иметь степень сравнения. Напоминаю, 10-15 секунд, чтобы написать ответ. Пусть будет наречие. Это наречие. Это наречие. Дальше. Третья планета от Солнца. Пишем. Есть ответ. Есть ответ. Земля это. Мы. Тебе смешно, да, я вижу? Это земля. Какой парный орган человека... А, давай ты будешь писать, чтобы... И показывать ему только, что он написал, чтобы не было вот этого вот... А я буду говорить. Делайте, что хотите. Главное, чтобы это было все по чесноку. Какой парный орган человека лечит пульмонолог? Ответ есть. Сейчас. Есть. Это, наверное, легкие. Это легкие. Это легкие. Едем дальше. Слово, произошедшее от латинского, терпящий и страдающий. Терпящий и страдающий, а есть латинское слово, и этим словом кто-то пользуется, а кто-то не пользуется. Что-то написал? Еще, дай пять секунд еще. Время заканчивается. Говори ответ. Мученик. Мученик? Предположим, что это слово пощада. Никто из вас правильно не ответил. Это слово пациент. У меня это было на полсекунды. Но я потом такой, это же не латынское слово. Латынское, латынское. Дорогие друзья, ставьте латынские лайки обязательно. Пишите хорошие нам душевные комментарии, чтобы это видео набирало... Короче, когда видео набирают больше сотки просмотров... Тысяч. Тысяч. То сразу же начинают писать рекламодатели. Кстати, один рекламодатель написал, и я отказался. Потому что шелупонь я всякую не рекламирую. Хотелось, конечно, взять эти 50 тысяч рублей, но... Ого! Да. Я говорю, не, ребят, ну не могу, совесть не позволяет. Но сегодня будет реклама, за которую, к сожалению, бабосов я не получу. Помнишь, мы с тобой делали видео с твоим одногруппником? Да. И у нас было в договоре прописано, что должно быть 100 тысяч просмотров. А там 75 тысяч просмотров. Понимаешь? И поэтому я сегодня бесплатно, как мы договаривались, делаю еще... Ту же интеграцию делаю. Понимаете? Я честный человек. Компания, которая называется Ката Академия. Благодаря тому, что в Ката студент оплачивает обучение только после получения работы по специальности. Главная цель Ката – это реальное трудоустройство выпускников в IT-компании Москвы или Санкт-Петербурга. Академия гарантирует зарплату выпускников курса по Java-разработке от 100 тысяч рублей с первого месяца. И если студент не тянет программу, его отчислят, но платить за курс ему не придется. А если выпускник не найдет работу по специальности и с зарплатой хотя бы в 100 тысяч рублей, тоже ничего платить не потребуется. Это прописано в договоре с Академией. А в описании у меня есть ссылка на курс Java-разработчик от Ката Академии. Обращайтесь с рекламами, ставьте лайки и всякое это... Лабуда. Вопрос следующий. Чем кашу не испортишь, если верить популярному выражению? Есть ответ. Масло. Масло. Все верно. Пока вы идете наравне, пацаны, а у меня еще одна пятерка вопросов. Самое знаменитое произведение Данте Оливьерия. Есть божественная комедия. Ну, я дописываю. Не торопись, братан. Я понимаю, что вы такие все шумахеры. Я дописываю. Божественная комедия. Да, да, и все, все. Они пишут, если что. Я такой банюска. Основная единица измерения времени в системе C. Есть ответ. Есть ответ. Подожди. Подожди. Я вижу, ты написал. Есть единственное измерение в системе C. Блин, два варианта. Пофиг. All in. Секунды. Это секунды. Это секунды. Как называется соцветие у пшеницы и ржи? Есть ответ. Колос. Это колос. Да. Все верно. Перед дедом уже не стыд. Как Чехов обозначил жанр своей пьесы «Вишневый сад»? Театральный вопрос. Сейчас. Да. Жанр пьесы «Вишневый сад». Ну, вот. Так. Если что, он написал правильное. Они у меня все смешались, поэтому я скажу. Трагическая комедия в четырех действиях. Что-то так нужно обозначить еще раз мне, без всяких лишних слов. Давай. Что это? Комедия. Комедия, все верно. По идее, это последний вопрос у меня, но если вы на него ответите, то... Может, поделим? Посмотрим. Ну, поделим и все. Как называется наука об измерениях? Есть ответ. Сейчас, дайте секунду. Измерения. Неправильно. Серьезно? Шутка. Я не знаю. Я не знаю. Наука об измерениях. Давай, братишка. Если сейчас ты ответишь неправильно, то получается, ты проиграл. Отстой. А так поделим бабки поровну. Хотелось бы поделить, на самом деле. Конечно, конечно. Я не хочу. Космология. Это мой самый мощный ответ. Разрешите. Это наука, на которой учат отдельных людей в технических вузах. А эта наука называется метрология. Чувак очень умный. Метроном. Это опасный человек. Это метрология. Все верно? Отдельно. А что делать метрология? Метроном просто считает ритм. Вот это? Да, да, да. Это не то, да? Братиш, ты проиграл. Ой. Как бы это было не прискорбно, но все равно это было прикольно. Ты, я вижу, слишком умный человек, а ты, я вижу, не слишком умный пациент. Передай привет кому-нибудь. Я передаю привет директорам Пулкова. Я давно вас не видел. Очень хочу полетать на соломете. И даже подальше. Даже победой. Авиалинии СКАД, Астана Аirlines, Арстан. Все, в общем, всем салам. Всем привет. Я пока что здесь. На Новый год, может, приеду. В описании будет телеграмм и Адиля. И твой телеграмм. Братиш, твой телеграмм надо? Нет, говорит, не надо. Адиль делает очень для кого-то прикольный, а для кого-то не прикольный контент. Так же, как и я это делаю для всех, для вас. Поэтому подписывайтесь на него и ставьте ему эти дизлайки в телеграмме. Ты там тоже что-то будешь, наверное, делать. Ну, я буду рассказывать об интеллектуальных играх. Так тебе и надо. Передавай привет кому-то. Я полез в кассу. Я передаю привет всем, кто посмотрит этот ролик. Вообще, ставьте лайки, чтобы не надо было делать лишние интеграции. Так что всем большое спасибо. Спасибо большое за то, что мы все собрались. Спасибо Жеке за то, что он делает такой движ. И, в принципе, вот все круто, мне кажется, и великолепно. Подписывайтесь на ТГНИКОЗЕЙ.ТВ. О! Бабосы. Вопросы за бабосы. Также, дорогие друзья, подписывайтесь на телеграмм-канал «Здоровая жизнь», который ведет Жека. Где он отказался от сахара, от вкусной пищи и возвращает себя в форму. Так что давайте подпишемся все. Там пока нет еще 100 подписчиков. Ты тоже там тусуешься, да? Да, я там тусуюсь. Все верно, друзья. Я тут на досуге снова решил вести здоровый образ жизни. Отказался от сладостей, бучных продуктов и, короче, правильное питание и все дела. Для тех, кому тоже это интересно, я думаю, что есть какой-то шанс, что можно людей замотивировать. Потому что моя мама мне написала, что она тоже сейчас так делает. Ты так делаешь. И многие мне написали, что тоже, Женек, мы теперь тоже так сейчас сделаем. Прикольно. Поэтому, кто хочет тоже вести здоровый образ жизни, то подписывайтесь вот мою в эту веселую телеграммщину. Все. Ребята, до свидания. Не забудьте влупить этот лайк. Эти лайки надо типа ставить, чтобы видос в рекомендациях поднимался все выше и выше. Мир обязательно во всем мире. И дай бог, чтобы в мире не было убийств и люди любили друг друга, ценили жизнь человеческую. Вот этого хочется пожелать всем людям и, может быть, каким-то важным людям, которые думают, что они важные люди, на этой планете пожелать хочется. До свидания. Adios, amigos. Есть одна ассоциация с этим актером. Ассоциация, это Англия. Ты как отупляешь свою аудиторию? Что делаю? Отупляешь. И? Ты просишь блогеров, что-то там еще, каких-то непонятных, неясных личностей. Непроверенных. Зачем тебе такая аудитория? Я расскажу тебе. Субтитры сделал DimaTorzok